Воробьев Воробьев Харти Кайнин Пока в третьем, ну да, вот хотел сказать, пока в третьем периоде Легионеры Салавата не забивали, но и вот случилось, Маннин Что творят вот эти уфимские финны Никто не может с ним справиться, пока Харти Кайнин Он как ассистент вообще раскрывается в этом чемпионате, как отдает Обычно реагируют, когда там 5-0 ведут и уже там... Алексей в передаче, гол! Илья Баранов, 4-4! Они не собираются останавливаться Если они сыграют 10-10, я думаю, никто не должен быть удивлен, потому что, ну, сегодня рок-концерт, да, как сказал Алексей Кудяков Рок-концерт, да, причем и от той, и другой команды Выходной день, что еще может быть лучше, чем сходить в Ледовый на рок-концерт? Бамиров здорово развернулся Тут уже Кугрышев подключился Передача, еще один пас! Мухаммадуллин бросает по пустым воротам И промазать было довольно сложно 1-0 Салават Юлаев Бамиров поставляет Кугрышева Вот тут разворачивается, скидывает с себя Старченко Передача на Воробьева И тот подкидку исполнил Воробьев И Шакир Мухаммадуллин Никаких шансов не оставляет Йони Ортио Пытаются у Фингса доработать момент до конца Подбор за ними Алексеев Оказывается в углу Передача какая и 2-0 Вот это да! Башкиров забивает! Дуплетом выстреливают у Фингса Может быть это еще и не все Первая шайба Данила Башкирова Но в этом сезоне первое набранное очко И очень важный гол Это вообще первая шайба Башкирова в континентальной хоккейной лиге Дальше Хартикайнер вот так подкидкой получается на дальнюю синюю И сразу момент Уфы 1-0 Очень быстро Уфа открывает счет сегодняшней встречи Гранлунд рад Таким фетисовским пасом все получилось На дальнюю синюю Гранлунд принимает Ногами дорабатывает И очень такая простая шайба получается у Глеба Носова Как Хартикайнер здорово да Это его очередная голевая передача Артем Зинчевнов только-только вроде бы набрасывал на ворота И Гранлунд здесь разобрался В атаке у Фингса не просто Не просто приходится той пятерки у Динамо Которая обороняется против звена Гранлунда Хартикайнер здорово ставит спину И 2-2 Фантастическая игра Хартикайнера Второе очко И классное завершение Броском в касание В самую девятку шайба влетает Вот что значит легионера Салавата Хартикайнер находит на первое место Списки бомбардиров Закарим мани просто в ближнюю девятку Гранлунд Надо двигаться, меняться местами Ну тоже уже Селенки на исходе Вот подкидка классная Блин, ну это просто хай-класс. Какую передачу делает Хартиканен на Гранлунде? Фантастика. Да, все здорово сделано, ждали свой момент и сумели отдать передачу на Хартиканена. И он после этого выдает великолепный пас на Гранлунде. И это точка в сегодняшнем матче. Защитника здорово обыграл, просто там с такой сложной ситуацией принял шайбе. А это гол, а это гол. Как же так Науменко упускают и защитник с неудобной пробивает. Тейлора 4-1, это уже мега серьезная заявка на победу сегодня. Салават Юлаев и Науменков. Первая набранная очко и первая шайба за Салават Юлаев. Куграшев подключение, Алексеев. Невероятная шайба. 4-3 Салават Юлаев. Разобрался, как Алексеев. Все классно сделал и на паузе, и это тачдаун называется. Это просто, вот, это игровой интеллект хоккеиста, понимающего, что не надо бросать сразу. Понимающего, что ты принял и у тебя есть свободное время. Изначально все было четко обрисовано для канадского белоруса, и он справился. Заброшена шайба Амира под первой счет нападающей молодежной сборной России футхоккею. Бросок, проигранная борьба здесь в углу площадки. Амира в шайбу сам, кстати, и отобрал, поэтому без ассистента. Но проблема Амура в том, что Амира ему дали так здорово раскатиться по зоне. И вообще его почему-то никто не встречал. Салават играет в три тройки нападения. Сейчас уже не появляется на льду Пименов с партнерами. И то эти три тройки, там понятно ли я... О, какой бросок сейчас слева издалека от Павла Коледова. Мощнейшие выстрелы, точнейшее попадание. Все-таки забивает Салават Юлаев в пятую шайбу. Павел Коледов выводит уфимцев вперед. И у Юлаевцев хороший шанс. Пименов, блестящая передача, бросок, гол! Вот это было классно! И эту атаку, это завершение, это уже читалось из того, как Юлаевцы начали двигаться в зоне соперники, перемещали шайбу, блестящая шайба. Павел Коледов что-то разобивался, ну просто звезда! Можно и до удаления тоже доиграться. Гранул, и вот она, заброшенная шайба! Ларсон ее! А нет, не Ларсон, это Харти Канин. Ну как там говорят? No hearty, no party, да? Нет Харти Канина, нет вечеринки. Но вечеринка сегодня будет в Уфе. Марсон приехал на пятак после того, как сам завез шайбу в зону атаки. Сбросил шайбу Маркусу Гранмунду. Ну и какую передачу вычерчивает! 60-й номер Салавата Юлаева на дальнюю штангу делает передачу. И в касании Харти Канин забивает. А вот здесь может быть очень опасно. Классный пас Харти Канина, 2-0! Что они творят? Маркус Гранлунд, шикарный бросок! 2-0! Харти Канин отдал с такой паузой, конечно. Для дачи конфетка, безусловно. И Маркус Гранлунд, его первая шайба в плей-офф. А мы смотрим, как реализует большинство Салават Юлаев. Если на вторая шайба залетит в ворота Федотова, то этот, учитывая подсерии, будет весомейшая заявка на успех. Манин! 2-0! 2-0! Причем опять пустые ворота. Так же, как и в первом периоде в случае с Харти Канин. Спиной отдавал передачу Кадейкин. Телеграмм. 2-0 уже будет тяжело. Прекрасно разыгранная шайба. Игроками Салаватан.